Мотопомпа это мобильный насос, который работает от двигателя внутреннего сгорания, а значит не требует подключения к электросети. Особенно востребованы помпы в теплое время года, весной и летом, для быстрого осушения подвалов и котлованов, перекачки воды из водоема в емкость или даже для тушения пожаров. Основными покупателями подобных устройств являются сотрудники аварийных служб, пожарные и, конечно же, дачники, которые с помощью мотопомп могут решать любые вопросы, связанные с водой, от удаления излишков влаги до забора воды из открытых водоемов. Главные плюсы мотопомп – их мобильность, автономность, высокая производительность и значительный показатель напора. На рынке представлены бензиновые и дизельные модели. Дизельные устройства дороже, однако обладают большим моторесурсом в сравнении с бензиновыми насосами. По принципу устройства бензиновые мотопомпы можно разделить на две категории – двух- и четырехтактные. Двухтактные модели компактны, однако менее производительны и обладают гораздо более скромным напором. Четырехтактные помпы с успехом применяются в системах орошения и осушения, в строительстве и промышленности. Еще одним плюсом четырехтактных мотопомп можно считать простоту в эксплуатации. Для работы двигателя достаточно заправить бак подходящим топливом и приступить к работе, в то время как двухтактные модели требуют заправки бензиново-масляной смесью, приготовленной в определенной пропорции. Группа компании «Аврора» предлагает своим покупателям широкий выбор четырехтактных мотопомп, предназначенных для разных видов работ. Все аппараты объединяет высокое качество сборки, надежность и долговечность в работе. Вся бензиновая техника «Аврора» производится на одном из ведущих предприятий Китая, главным направлением деятельности которого является производство автомобилей и мотоциклов. Гордостью мотопомп «Аврора» можно считать надежный и хорошо знакомый покупателям садовой техники двигатель. Аналог мотора «Хонда» сочетает в себе лучшее качество прототипа и вполне демократичную стоимость. Помпы «Аврора» можно разделить на две категории – устройство для работы с чистой и грязной водой. Их главное отличие в способности перекачивать жидкость с разным калибром взвеси. Аппараты для чистой воды справятся с перекачиванием жидкости, твердое включение в которой не превышают 5 мм в диаметре. Подобные аппараты подойдут для удаления воды из бассейнов или забора воды из водоема. Мотопомпы для грязной воды подойдут для работы с жидкостью, диаметр включений в которой достигает 18 мм. Выбирая помпу, стоит обратить внимание на следующие параметры. Производительность насоса, напор помпы и рельеф местности, в которой предстоит качать воду, интенсивность нагрузки, загрязненность воды. Производительность показывает, с каким объемом воды может справиться помпа в единицу времени. Обычно обозначается в литрах в час или кубических метрах в час. Данный параметр показывает, насколько быстро устройство сможет переместить определенный объем воды, например, наполнить емкость. Так АМП-50С Лайт сможет за час наполнить бак объемом 15 кубических метров, а аппарат АМП-100С за тот же час сможет залить 70 кубических метров. Напор – показатель высоты, на которую помпа сможет поднять воду. Данный показатель у аппаратов «Аврора» колеблется от 20 до 32 метров. При выборе насоса следует обратить внимание на обратную зависимость производительности от напора. То есть, чем больше высота предполагаемого подъема жидкости, тем слабее будет напор. Точные характеристики каждой помпы можно узнать из графиков, представленных на страницах товаров. Стоит обратить внимание покупателей на многократное превосходство мотопомп над электрическими дренажными насосами в отношении производительности и напора. То есть, скорость перекачивания жидкости и высота ее подъема у помп многократно превосходит показатели самых мощных насосов. Прежде чем приступить к использованию помпы, нужно заполнить маслом картер двигателя до появления смазки в заправочной горловине. Объем масла 10В30, необходимого для заправки, составляет от 0,35 литра до 1,1 литра, в зависимости от модели двигателя. Следующий шаг – заправка топливом. Баки мотопомп вмещают от 1,1 до 6 литров бензина с октановым числом не ниже 92. После данных манипуляций можно приступать к сборке всасывающего и подающего рукавов. Покупателю нужно знать, что всасывающий шланг должен быть армированным из-за высокой производительности помпы. Также следует отметить наличие в комплекте поставки каждой помпы набора фланцев для подключения шлангов, а также фильтра грубой очистки. Перед покупкой рукава нужно уточнить, какого диаметра требуется шланг. В мотопомпах Аврора используются три размера входного и выходного отверстий – 50, 80 и 100 мм. Шланги крепятся к головкам и фильтру при помощи хомутов. После того, как всасывающий шланг будет погружен в воду, можно приступать к заполнению внутренних полостей насоса чистой водой. Чтобы завести двигатель, нужно включить зажигание, открыть топливный кран и закрыть воздушную заслонку. Далее следует плавно потянуть шнур стартера до момента начала сопротивления. После этого нужно резко и равномерно потянуть за шнур, двигатель должен запуститься. Не допускайте резкого возврата ручки стартера к двигателю. Аккуратно отпускайте ручку стартера, чтобы избежать возможного повреждения мотора. После того, как двигатель прогреется, рычаг воздушной заслонки нужно открыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова